МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впереди всех по валовому сбору второй год подряд аграрии Зимовниковского района. В этом году мы очень довольны. Мы сеяли элитные сорта, элитную сеяли, донскую юбилейную, танаис сеяли, чтобы свой был семенной фонд. Вклад зимовников в общий рекорд – 682 тысячи тонн. Секрет такого урожая – качество севооборота и семян, добросовестный труд аграриев и внимание к состоянию их солончаковых полей на региональном уровне. В четырем районах Ростовской области в 2017 году были выделены средства на поддержку плодородия. И была произведена колоссальная подкормка почв минеральными удобрениями. Самая высокая урожайность на юге в Мясниковском районе – 58 центнеров с гектара. Объясняют ее применением передовых сортов, технологий. В колхозе имени Шаумяна используют органические удобрения. И в этом году получили 72 центнеров с гектара. И по валу побили собственный рекорд. В 18 лет ежегодно наращивали объем производства. И тут по сравнению с прошлым годом прирост на 30% за один год – конечно, это большая радость и большая победа для всех нас. Уборку усложняли дожди, особенно на севере области. Но задержки компенсировали новые машины. В хозяйстве светлое Кошарского района к началу уборки – светлая новость. В этом году мы приобрели 34 комбайна. Существенно облегчила нам жизнь губернаторская программа 20%. Порядка 50 миллионов мы получили субсидий. Значит, это существенное деньги даже для нашего большого предприятия. Из бюджета области на покупку Донской сельхозтехники в этом году выделено 217 миллионов рублей. По этой программе на поля уже вышли 460 новых машин. Продадут урожай, купят еще. Фермеры научились не только выращивать, но и выгодно сбывать продукцию. В этом году тройку будем держать. И прогнозы такие, что цена будет. Вал фуража большой, вал пшеницы четвертого класса тоже средний есть. Пятерки много, третий класс мало. Плюс у нас договор с мельницей на 400 тонн. Мы его закроем, а дальше будем посмотреть. По расчетам науки на Дону можно собрать еще больше. Поэтому сейчас активно занимаются вопросом переработки зерна в регионе. Валентина Малащицкая, Станислав Фоменко, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростовская область. Как преобразились дворы и общественные территории, попавшие в спецпрограмму благоустройства городской среды, проверили эксперты ОНФ в Донецке. Этот город сейчас один из тех, где работа идет с опережением графика. 20 председателей Советов домов третьего микрорайона провели не одну встречу с жильцами, чтобы прийти к полному согласию. Ведь двор – имущество общее, и итог должен понравиться всем. Самое главное здесь – взаимодействие с людьми. То есть без воли людей, без воли собственников многоквартирного дома никакие работы вестись не могут. Соответственно, для этого должно быть решение Совета многоквартирного дома, решение общего собрания многоквартирного дома. И это 99% успеха. И все-таки одного согласия жильцов мало. По правилам программы у собственников не должно быть задолженности перед ресурсниками и сервисными службами. В свою очередь, за добросовестную оплату коммунальщики заменили старые теплосети. Порядка 840 погонных метров тепловых сетей, а это около 6 миллионов инвестиций, предшествовали началу благоустроительных работ. Потому что, не проведя синхронизацию, мы через некоторое время могли бы получить порывы и нарушения благоустройства. Эксперты ОНФ проинформировали жителей Донецка, как войти в программу в следующем году. Представили пошаговую инструкцию. Есть позиция, чтобы была проведена полная паспортизация, инвентаризация всех территорий, которые есть в наших муниципалитетах в Ростовской области. И по результатам этой инвентаризации есть позиция о том, чтобы они все были выполнены и сделаны в срок. Федеральный проект формирования комфортной городской среды рассчитан до 2020 года, но Общероссийский народный фронт планирует выступить с инициативой продления программы до благоустройства всех дворов и территорий по всей области. Мария Филинкова, Фатима Зурабова, Дон-24, Донецк. 12 ростовских семей решили свой жилищный вопрос за счет госпрограммы и торжественно получили сертификаты на покупку жилья по сниженной ставке 10%. Что за флажок? Ростовская область. Совсем скоро молодая семья-школа получит жилье своей мечты. Это частный дом 120 квадратов и 5 соток земли. Переехать из съемных в собственные апартаменты поможет госпрограмма субсидирования процентной ставки. Весь процесс от подачи заявки до сертификата занял полгода. На каждого члена семьи по этой программе полагается 18 квадратных метров. У нас три члена семьи в заявлении. 54 квадратных метра, я так понимаю, нам будет компенсироваться в виде субсидий при приобретении жилья. То есть, если мы купим, грубо говоря, 120 квадратов, то 54 квадрата нам будет оплачивать государство. На поиск варианта дается три месяца. И так как это первичка, агентство жилищных программ предоставляет список добросовестных застройщиков. А если времени выбрать не хватило, сертификат можно заморозить. Если семья молодая из трех человек, мама, папа маленький, у них менее 30 квадратных метров общей площади жилья, они могут обратиться в наше агентство жилищных программ, написать заявление. И предоставить только копии личных документов, а все остальное соберет агентство. В 2017-м на субсидирование процентной ставки областной бюджет выделил 800 миллионов рублей. А каждый год с помощью этой программы решают жилищный вопрос более тысячи дончан. Юлия Сурикова, Станислав Оменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. И шашкой умело орудуют, и первую помощь оказать сумеют. В Белоколицинском районе сразу два казачьих события. Смену в детском лагере закрыли, а военно-полевой лагерь для взрослых открыли. Хоть и в поле, но торжественно. Здесь семь тренировочных зон, где заставят вспомнить, как оказать медпомощь, уложить противника на лопатки в рукопашном бою, правильно взмахнуть шашкой и подготовить огнестрельное оружие. Они удивляются, вспоминают, что да, действительно, раньше это знали, а вот как-то по прошествии времени все это уходит в небытие. И сегодня мы даем очередной раз возможность им все это вспомнить, их мужское начало, как защитников. Немалую часть занятий занимает теория. Только здесь не читают лекции, а общаются. Так в беседах и узнают то, о чем не пишут в учебниках истории. Визуально казаки разделяли шашку на две части – вжик и хрясь – из-за звуков, которые издавала шашка в бою. Вжик – самая острая часть, она рубит. Хрясь у основания клинка ломает. Военно-полевые сборы рассчитаны на два дня. Здесь казаки и едят, и ночуют, и кино с проектора по вечерам смотрят. А утром, как полагается, пойдут в соседний хутор на церковную службу. Больше тысячи донских казаков помогают полиции с охраной порядка. Приехать на ежегодные сборы посчастливилось только сотни. И все говорят, что такие встречи очень полезны. Мы сплочаемся к духам общим казачьим. Я никого здесь не знаю абсолютно, поэтому здесь, я думаю, найду много новых друзей. И в будущем мы будем взаимодействовать, работать. Сплотились и казаки помладше. В лагере «Ласточка» закрыли очередную казачью смену. За смену здесь отдохнули и потренировались больше 70 казачат. Кто-то креативил, погрузившись в творчество, а кто-то оттачивал навыки рукопашного боя и брал полосу препятствий. Ощущения офигенные. Такого никогда не было. Никогда еще не было такого, что ты бежишь, прям над тобой взрыв, пакет взрывается. Это здорово. Как бы не то, что ты просто пробежал полосу препятствий и устал, а у тебя другие нагрузки, другие ощущения. Еще тем более со спецэффектами. Такое ощущение, как будто ты где-то там на войне. Эти ребята привыкли быть лучшими. И у каждого есть цель. Поступить в Рязанское воздушно-десантное училище. Благодаря системе непрерывного казачьего образования у парней отличная спортивная подготовка. Есть навыки обращения с оружием, знания военной стратегии. А значит и все шансы поступить в лучшие военные вузы страны. А пока парни готовятся представить область в Краснодаре на всероссийских соревнованиях казачьей сполах. Наша команда всегда показывает хорошие показатели. Ребята занимают призовые места. И надеемся, что в этом году наша спортивная команда, которая здесь присутствовала и тренировалась в течение всей казачьей смены, покажет хорошие результаты. Галина Горлова, Юрий Санкин, Дон-24, Белоколитвинский район. Они влюблены в небо и не представляют жизни без полета. В воскресенье профессиональный праздник отметили пилоты, бортпроводники, диспетчеры и десятки других специалистов. Все, кто являются частью воздушного флота. Мы пообщались с ними в рабочей обстановке. Мягкая посадка в ростовском аэропорту требует опыта, потому что полоса своеобразная, горбатая с одной стороны. Но если в себе уверен, никаких проблем, рассказывает пилот Никита Кононов. За штурвалом он уже 17 лет. Это надо просто небо очень сильно любить с детства. Кому нравится, кто-то мечтает стать машинистом, кто-то мечтает стать подводником. А кто любит небо, идет в авиацию. Экипаж признается в любви не только небу, но и пассажирам. Для них работает вся гражданская авиация. С одного взгляда опытный бортпроводник может определить, куда летит человек – в командировку или отпуск. Можно определить, я думаю, когда человек летит в Сочи, когда он летит в Москву. Я думаю, это сразу видно, когда человек летит на отдых или когда человек уже летит домой с отдыха. Это как к примеру. Можно определить, когда человек летит за границу. Конечно, сразу тоже видно. Это уже немножко другие манеры общения. Если летчики и стюардессы – лицо воздушного флота, то мозг здесь, в диспетчерской службе. На 65-й вылетелся по знаниям немножко и на тайне. Будем ждать по расписанию 12-й. Ясно принято. Эти люди всегда за кулисами, но без них невозможна работа аэропорта. Их задача – объять необъятное – скоординировать работу всех служб и подразделений, чтобы встретить самолет, обслужить его и отправить дальше. По нашим подразделениям, в принципе, работают стрессоустойчивые специалисты. Но в основном, конечно, нервничаешь, когда получаешь информацию о том, что воздушное судно какой-то неисправности идет к нам на посадку. Сегодня Донская авиагавань принимает в среднем 30 воздушных судов в сутки. На обслуживание международных рейсов уходит полтора часа, на внутренний час. А по договору с авиаперевозчиком управиться могут и за 30 минут. Основные этапы обслуживания рейса – это загрузка бортового питания на борт по маршруту следования, это уборка воздушного судна, это высадка, посадка пассажиров на борт, с борта, соответственно. Это и заправка топливом. С открытием нового аэропорта работы у диспетчеров, инженеров и других специалистов прибавится. Ведь пропускная способность Платова в два с половиной раза выше, да и площадь больше. Уже стартовал подбор персонала, так что стать частью воздушного флота могут еще 300 человек, влюбленных в небо. Виктория Щетинина, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Бои на ринге вспоминает мама. Мария Калинина вот уже 15 лет на этом турнире – почетный гость. Тут вырос, тут учился, в Ростове кончил, потом забрали в армию и попал в подводники, на связиста. Кончил в Киеве связь и послали его на север, он на Кузнецове работал много лет, а потом его забрали на подводную как секретчик-связист. На следующий год после трагедии в Баренцевом море в Багаевке решили организовать юношеский турнир по боксу в память о земляке. И со временем соревнования выросли до всероссийских. Возникла идея вот этих соревнований. Вначале это были совсем небольшие, там 7-10 команд приехало, да, это в основном область. И только потом, когда люди услышали, чему они посвящены, насколько серьезна сама тема. И еще то, что здесь встречают, независимо от того, приехали из маленького поселка или из больших городов, встречают всех одинаково радушно. В этом году турнир собрал более 200 юных боксеров из 8 регионов страны. Первый бой и первая победа ростовчанина Ильи Звягина. Не очень выступил, потому что пропускал правый удар, а так все нормально. Да, уже много боев провел, волнения вроде и нет. Специально к юбилейным соревнованиям организаторы подготовили чемпионский пояс, такой же, как у профессиональных боксеров. Он будет вручаться за лучшую технику и волю к победе. На поясе изображены донские спортсмены и фото Сергея Калинина, подводника, чью имя носит турнир. Елена Ребжанова, Андрей Токарев, Дон-24, Багайский район.